Здравствуйте, дорогие телезрители. Добрый день. Мы продолжаем наш телекуз криптозоологии. На предыдущей лекции мы вам рассказывали о различных живых существах, вымерших живых существах, то есть возможности существования, так скажем, вымерших рептилий, таких как динозавры, в африканских, в районах тропической Африки. Но сегодня мы в начале лекции хотели бы продолжить эту тему, потому что на предыдущей лекции мы вам рассказывали о тех динозаврах, которые были вегетарианцами, но у нас еще остались свидетельства о тех существах или рептилиях, которые, в общем-то, не гнушаются и человечные. Ну да, не столько человечные, сколько всевозможные насоруженные и бегемотины. То есть питается мясо? Да, к хищникам давайте остановимся, точнее не остановимся, а завершим наше повествование о наиболее хорошо изученном представителе вот этих вот доисторических животных, которые вполне возможно сохранились в тропической Африке, которые носят название Макелембемби или Мкумбемби. Давайте посмотрим на слайд. На этом слайде как раз изображены ряд либо рисунков, либо свидетельств, либо реконструкций, либо вот видите, как даже есть одна фотография, которая изображает это существо. Что касается рисунков, изображенных на слайде, здесь все более-менее понятно. Это реконструкции, внизу изображена реконструкция внешнего вида Макелембемби, и рядом с ним изображен человек в качестве такого сравнительного размера. То есть мы видим, что действительно достаточно крупное существо, но если сравнить его с его возможными предками, зауроподами, оно, конечно, явно не дотягивает до гигантских диплодогов или апатозавров, и является, скажем, по внешнему облику такой выродившийся зауропод, который сильно измельчал и ведет, вероятно, несухопутный такой полуводный образ жизни. То, что изображено наверху, это вот прорисовка такой встречи исследователей с этим существом, которое происходило во время экспедиции, которым руководил Марселин Анянье, и который действительно это существо увидел. А вот что касается фотографий, то оно достаточно интересно. Эта фотография, это, наверное, единственное фотографическое изображение Макелембемби, и то, в общем-то, достаточно сложно говорить о том, что же здесь на нем изображено. И мы эту фотографию приводили вам в качестве одного из примеров такой типичной криптозологической фотографии, когда абсолютно непонятно, что же все-таки попало в кадр к исследователю. И эта фотография была сделана во время экспедиции, которая была организована Пауэллом и Макуэллом. И эта экспедиция использовала в том числе и вертолетную технику, и совершала облеты озер и болот тропической Африки, в частности, в Заирии, в Замбезе, где пыталась найти вот это вот достаточно интересное существо, которое назвали Макелембемби. И облеты продолжались достаточно долгое время. Они покрывали очень большие территории. И камера, которая была установлена на этом вертолете, и которая постоянно вела съемки каких-либо крупных объектов, она, значит, постоянно работала. Ну и, как часто бывает, ученые уже собирались возвращаться обратно. И в этот момент как раз вертолет завис над каким-то существом, которое показалось из воды. И исследователи были абсолютно четко уверены в том, что камеры у них работают. И они, в общем-то, были уже безмерно счастливы, что им удалось запечатлеть на пленку это существо. Но в тот момент времени они вспомнили, что уже возвращаются домой, и камеры они отключили. И они, естественно, камеры очень быстро попытались включить. Но, естественно, как обычно, затворы у них с этими затворами что-то случилось. Камеры не заработали. И только с ручного фотоаппарата был сделан вот этот снимок. Снимок достаточно интересный. Он изображает то, что мы видим очертание береговой линии, и в воде какую-то темную точку. Вот по уверению исследователей, именно эта темная точка является фотографией, единственной имеющейся фотографией Макелем Бемби. Ну вот давайте все-таки напомним об образе жизни Макелем Бемби. Во-первых, Макелем Бемби живет, роет норы в берегах рек, собственно говоря, в глинистых берегах рек. Питается он исключительно растительной пищей, а именно, допустим, плодами лианы с белыми цветками. Определенные разновидности лианы. Ну и кроме этого, также питается, собственно говоря, листьями и стеблями этой лианы. Но, опять-таки, охраняет свою территорию. Поэтому озеро, в котором он обитает, если, в общем-то, на его пути встречается человек, или человек в лодке, то он старается лодку перевернуть и, соответственно, человек утопить. То есть для него свойственно такое территориальное поведение. И Макелем Бемби, опять-таки, при встрече с человеком, как правило, в общем-то, приносит человеку различные неприятности. В общем, как любое крупное существо, потенциально может принести человеку неприятности. Хотя при этом оно является вегетарианцем. Ну, в общем, как слон. Слон тоже, в принципе, на него, наверное, не стоит наступать, ему на хобот, он, в общем, наверное, не нападет. И, естественно, что такое крупное животное тоже достаточно ревниво относится к нарушению границы, нарушению своего собственного покоя. Но еще раз хотелось бы напомнить, что вот Макелем Бемби, вот действительно, вживую это существо, в общем-то, никто из европейцев не видел. То есть его никто не видел в полный рост. Да, и уж тем более, вот из всех тех фотографических материалов, которые есть и посвящены этому существу, единственный более-менее такой снимок, и тот, в общем-то, интерпретировать каким-либо образом практически невозможно. То есть остается верить исследователю только на слово. То, что, да, действительно, то, что они засняли на телекамеру, точнее, или на фотокамеру, является не мусором в кадре, или там не какой-то, не знаю, постановочным трюком, а действительно фотографией какого-то неизвестного в науке существа. То есть, опять-таки, таких вот ярко выраженных документов, подтверждающих то, что существует Макелем Бемби, в общем-то, не существует. Да, ну, есть отпечатки следов, которые мы вам показывали, тоже достаточно сомнительные в остальном. Это все-таки область преданий, область каких-то наблюдений, может быть, отчасти мистификаций, то есть четкого доказательства в жизни этого существа не существует. Хотя, с другой стороны, с другой стороны, как мы уже говорили, в Африке существуют условия, при которых животные подобных размеров и занимающие подобную экологическую нишу, вполне могли существовать. И, возможно, сохранились и до наших дней. Но обнаруживаются только даже племенами какие-то единичные особи. Вот возможно, что существуют в таких вот исторических, как можно сказать, времен, какие-то единичные экземпляры? Ну, единичные экземпляры животного, они вообще, в принципе, не могут выжить. Ну, небольшое количество имеется в виду, небольшая группа. Небольшая группа вполне вероятна. Тем более, что пространства, на которых происходят вообще, в принципе, эти исследования, и на которых происходит регистрация вот этого существа, они достаточно обширны. То есть это территории нескольких государств. Входит в ареал обитания этого животного. Точнее, не в ареал обитания, просто в ареал этого животного. И, естественно, вполне вероятно, что такое существо могло выжить. У нее есть территория, где она может существовать, где она может вести полноценный образ жизни, размножаться, питаться, перемещаться. И неосвоенность этой территории позволяет также, говорит, что она может все это время не особенно даже попадаться на глаза человека, европейского человека. Но если, собственно говоря, это существо рептилий или пресмыкающийся, где-то должна, в общем-то, быть кладка этого существа? Какие-то должны быть доказательства наличия процесса размножения? Ну, тут надо абсолютно четко себе представлять, что если мы будем интерпретировать это животное как некого дожившего до наших дней динозавра, то, в принципе, кладки динозавров, имеется в виду вымерших, окаменевшие кладки динозавров, находились многократно. И надо сказать, что по своим относительным размерам яйца динозавров очень некрупные. То есть динозавры откладывали, скажем так, относительно их крупных размеров, гигантских размеров, очень небольшие яйца. И эти яйца, они, как правило, откладывали в небольшие гнезда, которые, ну, в зависимости от биологии того или иного вида, они либо охраняли, либо просто засыпали, как, например, это делают современно существующие сорные куры, засыпали каким-то растительным мусором, и происходила инкубация внутри вот этих гниющих останков растительного мусора. Они могли охранять кладки, могли эти кладки не охранять. То есть в зависимости от того, какой это вид динозавров происходило, у них сами системы размножения могут быть достаточно разнообразны. Я всегда говорю к тому, что кладка яиц, даже такой крупной рептилии, как макелембемби, она может быть не настолько крупной по размерам. Она может быть по размерам, допустим, не сильно превышать яйца крокодила, которые, в общем, крокодилы закапывают на берегу. И, в общем-то, если бы крокодил не охранял эту кладку, я думаю, что, в общем, человек бы, если не сразу бы нашел, откопал бы и обнаружил, где находится кладка яиц крокодила. Труднодоступность болот, где обитает макелембемби, достаточно изрезанный ландшафт, где все это дело происходит, обилие небольших островков, где, в принципе, может быть спрятана эта кладка, дает возможность предположить, что это существо может размножаться таким образом, что человек может не регистрировать эти факты размножения. Я поэтому говорю, что территория настолько обширная и слабо изученная, что, в общем-то, предположить, что где-то здесь зарыта кладка вот этого динозавра вполне возможно. И вполне возможно, что там через некоторое время появятся маленькие динозаврики, которые мама будет некоторое время опекать, чтобы их не съели хотя бы те же самые крокодилы. А потом он достигает уже таких размеров, что у крокодилов просто это существо становится не по зубам. То есть макелембемби, а также, в общем-то, все существа, которые находятся в районах тропической Африки, находятся в таком довольно выгодном положении. Нельзя ни доказать, ни опровергнуть их существование. Совершенно верно. Можно предполагать что-либо, но доказательств пока не получено. Доказательство, например, размножения может получено только в том случае, если какой-то из европейских исследователей просто случайно наступит на кладку с динозавром, с яйцами динозавра. Тем более, что наверняка она замаскирована и каким-то образом спрятана от потенциальных хищников, которые обитают по берегам водоемов в этой части Африки. Ну а чтобы проиллюстрировать, наверное, из современных примеров, вы когда-нибудь пытались найти в лесу гнездо птицы? Это достаточно сложно, и без специального навыка это сделать достаточно трудно, потому что птичьи яйца и птичьи гнезда достаточно хорошо замаскированы. Я думаю, что здесь ситуация приблизительно та же самая. Если кто-нибудь найдет способ поиска этих гнезд, то тогда, возможно, что-то и будет найдено. То есть методом случайного, кто-то случайно наступит на, собственно говоря, гнезда динозавров и обнаружит, что, оказывается, там развиваются маленькие динозавры, тогда можно точно говорить о том, что эти, собственно говоря, макелембеми существуют. Давайте сейчас перенесемся, останемся в районах тропической Африки. Но сейчас мы хотели бы вам рассказать о другом существе, тоже по свидетельствам племен. Это существо напоминает, в общем-то, вымерших рептилий, вымерших динозавров. Но существо более кровожадное, чем макелембемби, которое, в общем-то, питается мясом. Это существо нападает на различных гиппопотамов, разрывает их и, соответственно, их съедает. Причем, что интересно по рассказам местных жителей, что местные жители очень часто находят трупы гиппопотамов и, в общем-то, делают из кожи различные сандалики. И из кожи гиппопотамов. Да, из кожи гиппопотамов, естественно. И говорят о том, что, вот видите, бегемоту, в смысле гиппопотама, непосредственно убил Чипеквы. Это как раз то существо, о котором мы сейчас вам будем говорить. Ну, наверное, вот такой вот бум по поводу Чипеквы начался с книги Джона Хьюга, которая была выпущена в 1933 году. В этой книге он описал рассказы племен об этом животном. И, кроме этого, он описал такой вот рассказ, в котором сами по себе аборигены, то есть местные жители, они убили вот это существо, которое носит на их местном наречии название Чипеквы. То есть они участвовали в охоте и забили это существо группунами. Но это было за 20 лет появление на этом месте вот этого непосредственно Джона Хьюга, который, прослушав все эти рассказы, рассказы в том числе жителей племен, и записал их, оформил в определенную книгу. Причем по описаниям местного населения это существо было ростом несколько больше, чем гиппопотам, но так соизмеримого по размерам с гиппопотамом. При этом отличительной особенностью Чипеквы было то, что у него на носок, точно так же, как у носорога, располагался большой длинный рог. И вот когда Хьюга, собственно говоря, описывал вот эту встречу с Чипеквы, ему было даже сказано, что где-то недалеко в этой же деревне валяется этот рог этого Чипеквы, который, в общем, так и не был востребован в домашнем хозяйстве местного населения. Но сколько бы они ни искали потом этот рог, рог найти не удалось. И во многих районах Африки существуют, допустим, водоемы, точнее, в многих районах в Африке, а как раз в районе обитания Чипеквы, существует ряд озер, где по, в принципе, всем природным условиям могли обитать гиппопотамы. И там существует и кормовая база для существования этих животных. Но при ближайшем исследовании оказалось, что гиппопотамы в этих водоемах не обитали. И местное население объясняло это как раз тем, что гиппопотамы, вытесненные из этих озер, присутствуют вот этого самого Чипеквы, в котором мы сейчас только сейчас видели два изображения этого Чипеквы по описаниям очевидцев. И действительно у них на лбу был, точнее, не на лбу, а на носу, был якобы вот такой вот рог. Вот нужно тут отметить по некоторым описаниям, допустим, Макеле Бэмби, на его, соответственно, у него тоже находили различный рог, либо, собственно говоря, какие-то клыки. Тоже, в общем-то, здесь какая-то есть аналогия с Чипековой. И кроме этого, опять-таки, в тех местах, где обитал Макеле Бэмби, также, в общем-то, не находили бегемотов. Но тоже, в общем-то, племена местных жителей считали, что, несмотря на то, что Макеле Бэмби не ест бегемотов, но, тем не менее, бегемот является ему конкурентом, он их просто разрывает, ну, и дает им жить нормально. Кстати говоря, с Чипековой тоже не все так просто, в плане того, что там питается ли он мясом, или питается ли он травой. Дело в том, что сколько бы ни находили гиппопотамов, уничтоженных Чипековой, как вот было описано у разных исследователей Африки, Чипековой, как правило, нападал на бегемота, он даже сдирал с него шкуру, но при этом мясо не трогал. Поэтому получалось, что, несмотря на то, что существо достаточно кровожадное и, в общем-то, способное убить такое крупное млекопитающее, как гиппопотам, и даже содрать с него шкуру, что говорит, в общем-то, о неимоверной силе этого животного, но получается, что мясо он все равно не трогал, и, в общем-то, несмотря на кровожадность и, в общем-то, такие охотничьи навыки у этого животного, получается, что все-таки, вероятно, он и тоже не является хищником, а является вегетарианцем, и вот его поведение, вот точно такое же, по отношению к другим крупным животным, объясняется, опять-таки, склонностью к защите своей собственной территории или, например, какой-то врожденной агрессивностью, которая, кстати говоря, не является каким-то, таким чем-то исключительным в мире животных, потому что, если мы даже возьмем какие-то очень простых, очень обыденных, очень хорошо нам знакомых животных, например, таких, как очень хорошо известный нам лебедь-шипун, эта птица, поселяясь на водоеме, ведет себя настолько агрессивно, что пытается вытеснить практически всех других водоплавающих птиц, которые рядом с ними гнездятся. Несмотря на такой прекрасный вид. Да, ведет себя чрезвычайно агрессивно, и при этом это же не означает, что ими питается. Питается лебедь-шипун вполне такой благородной растительной пищей или мелкими беспозвоночными. Но переносить с собой присутствие каких-либо других водоплавающих, более крупных водоплавающих птиц, лебедь-шипун отказывается и нападает на своих ближайших соседей. Кстати говоря, точно так же ведут себя, например, и лысухи, которые тоже чрезвычайно агрессивны, особенно в период гнездования. Поэтому можно предположить, что и тот же самый Чипеквы, он не отличается, скажем так, таким благим нравом и просто не переносит существование рядом с собой каких-либо крупных животных. Но это с одной стороны. А с другой стороны, некоторые все-таки местные жители заявляют о том, что все-таки он нападает на пневмотов для того, чтобы их съесть. Ну, я думаю, что в тот момент, когда Чипеквы будет пойман или будет компания BBC и наконец-то снимет на нем документальный фильм, в тот момент мы, в общем-то, наверное... Просто Макнесское чудовище. Да, наверное, в тот момент мы и узнаем, действительно ли Чипеквы вегетарианец или, наоборот, он, в общем, кровожадный хищник по образцу и подобию какого-нибудь царатозавра. Ну, вот, согласно нашему описанию, получается, что Маккелембемби и Чипеквы, они действительно несколько схожи между собой. То есть, в общем-то, довольность и отличий между ними довольно мало. В описаниях отличие между этими двумя животными заключается, прежде всего, в том, что у Маккелембемби обязательно четко идентифицируется длинная змейная шея с небольшой головой. А Чипеквы – это все-таки, скажем, более такое кряжистое существо с более крупной головой и всегда обязательно рог, который располагается на нас. Тем более, если мы сейчас вот еще раз внимательно посмотрим на изображение Чипеквы, которое мы сейчас еще раз видим, те места, точнее, карту тех мест, где они были встречены, и изображение Чипеквы, то вспомним то, с чего мы начали вообще, в принципе, цикл разговоров об африканских динозаврах с древнего существа Сируша, сворот богини Иштар, то мы, наверное, можем провести параллели между внешним видом Чипеквы и внешним видом того же самого Сируша, сворот богини Иштар. Но кроме Чипеквы, Макелембембе и других животных, которые мы с вами сегодня уже говорили, из Африки то и дело поступают сообщения о встречах или, наоборот, о каких-то легендарных животных, о которых, в общем-то, существует предание у местных народов, которые, в общем-то, напоминают разных доисторических монстров. То есть, кроме известных, так сказать, наиболее известных. Да, то есть, существует еще множество-множество рептилий, о которых мы, наверное, даже всех не успеем рассказать. Но вот одно из них, это, опять-таки, из того же самого района Конго, откуда известны и Макелембембе, и известны и Чипеквы, существуют легенды о неком громадном рептилии с большим гребнем на спине, с такими ромбическими пластинами, которые располагаются на спине этого животного, которые по внешнему облику абсолютно точно напоминают стегозавра. Ну, вот тут мы поместили, опять-таки, карту Конго, где, собственно говоря, возможны встречи с этим животным, и реконструкцию стегозавра, выполненную на основе археологических раскопок, археологических, не археологических, а панитологических раскопок, прошу прощения. И вот это существо имеет у местных народов название Млиум-Лиум-Лиум. То есть, вот именно так они назвали вот такого вот легендарного мифического стегозавра, который как раз изображен на этом слайде. Кроме Чипеквы, Макелембембе, Млиум-Лиум-Лиум, существуют еще легенды о самых разных рептилиях, которые вполне возможно обитают где-то в дебрях тропической Африки. Одни из этих рептилий очень напоминают по своему внешнему облику трицератопсов, трехрогие рептилии. Какие-то рептилии напоминают гигантских змей, какие-то, в общем-то, больше сочетают себя даже не рептильные черты, а черты какого-нибудь крупного хищного млекопитающего. И, ну, о части из них мы расскажем в следующих лекциях, которые будут посвящены уже непосредственно неизвестным млекопитающим Африки. И там мы обсудим и всевозможных водных львов, и карликовых львов, и некоторых других таких архаичных животных, о которых существует предание на территории африканского континента. А еще, конечно, здесь хотелось бы сделать небольшой акцент. Мы говорили о тех животных, которые ведут такой водный, сухопутный образ жизни, но некоторые, так скажем, племена считают, что еще существуют животные типа птеродактили, то есть вот на территории Африки. И с таким животным даже столкнулся такой известный криптозоолог, которого зовут Сандерсон. Ну, я думаю, что мы также какое-то время в наших лекциях посвятим и африканским птеродактилям, потому что их там, оказывается, существует целых два вида. По свидетельствам очевидцев. Да, по свидетельствам очевидцев существует целых два вида разных африканских птеродактилей. Один поменьше, другой побольше. А сейчас давайте мы перейдем к следующей нашей теме, которая называется «Великий морской змей». И попытаемся с вами проанализировать, какова же вероятность, а точнее сначала, каковы существуют свидетельства о присутствии каких-то неизвестных животных в океане, гигантских неизвестных животных в океане. И, второе, попытаемся проанализировать, насколько возможно, в принципе, существование в океане животных, неизвестных современной науки. Причем, хочу обратить ваше внимание, что не просто животных, там, каких-то средних размеров. Об этом, наверное, о существовании таких животных никто не сомневается, потому что каждый год описывается достаточно большое количество неизвестных ранее науки рыб, о открытии всемирно известного целлоканта или латимерии, который, в общем-то, является одним из основных козырей у современной криптозоологии. Открытие такого действительно потрясающего, дожившего до наших дней живого ископаемого, это, наверное, никого не вызывает сомнения. А вот именно животного, которое бы по своим размерам было сопоставимо, я не знаю, там, с длиной достаточно крупного корабля, и могло бы достигать действительно колоссальных размеров, и могло бы даже совершать там нападение на небольшие корабли. Действительно ли такое морское существо могло ускользать до сегодняшнего времени от пытливого взгляда европейских исследователей, и насколько вообще такая вероятность существует, и какие существуют доказательства на то, что такие существа до сих пор могут быть встречены в тех или иных районах Мирового океана. Причем здесь нужно сразу отметить и то, что животное должно иметь гигантский размер, с одной стороны, и с другой стороны, змеевидную форму. Существуют ли такие животные, живущие в глубинах океана? И нужно сказать, что вообще, наверное, сообщение о том, что такие животные существуют, оно имеет довольно длинную... Оно, в общем-то, к нам простирается с библейских времен. Да, и легенды о таких существах, они возникли в незапамятные времена, и действительно с библейских времен легенда о Левиафане существует, о том, что он был повержен светлыми силами, и он всегда изображался именно в качестве такого крупного змееподобного или драконоподобного морского монстра. Ну, вот тут вот слева мы видим с вами известную гравюру Гюстава Доре, который изображает Левиафана, а справа одно из древних тоже изображений, которое иллюстрирует встречу парусника с морским змеем. Ну, естественно, такое мифологическое изображение тоже в качестве иллюстрации к целому ряду литературных произведений, описывающих странствия моряков в эпоху Великих Географических Открытий. Причем, вот, мне кажется, здесь особый интерес вызывает и то, что этого морского змея, который обитает в глубинах океана, должно видеть не только, допустим, какое-то количество человек, то есть единичное количество людей, но еще его могут увидеть экипажи, то есть пассажиры судов и так далее и тому подобное. То есть количество людей, видевших морского змея, конечно, числяется сотнями тысячами. Да, и надо тут отдать должное, вот, очень четко прописанным морским законам и введением судовых журналов, и где фиксируются практически все мельчайшие события, которые происходят не только на корабле, но и за пределами этого корабля. И именно введение морских судовых журналов позволяет очень четко говорить о датах встречи с каким-либо существом и о том, где, естественно, где это происходило, и о том, как это животное выглядело. И вот начало вот такого, скажем, начало отсчета жизни морского змея, такой очень четко прописан, очень хорошо задокументированный свидетельств о встречах с морским змеем начинается с 1848 года. Вот здесь нужно отметить и то, что в течение нашей передачи мы будем анализировать и рассказы очевидцев, потому что, ну, в общем-то, известная такая... Если человек попадает в довольно необычную ситуацию или видит, допустим, необычную ситуацию, то он может, например, принять известное животное за какое-то другое, мифическое или несуществующее животное. И тут еще, конечно, нужно очень четко себе представлять следующее, что, несмотря на то, что уже к началу XX века и количество свидетельств о встрече с морским змеем перевалило, наверное, за вторую, если даже за третью сотню, и то все-таки относиться к ним нужно с некоторой долей скептицизма, потому что наблюдение за морским змеем, как правило, осуществляли моряки. Не профессиональные зоологи, а именно вот работники, сотрудники различных морских компаний, моряки, капитаны, штурманы, лоцманы, то есть люди, которые не обладают профессиональными зоологическими знаниями, и, естественно, они могли принять вполне хорошо известные науки животных за каких-то вот таких вот морских змеев, за каких-то монстров, которые, в общем-то, всегда существовали и будут существовать в преданиях, посвященных океану, тем более среди таких суеверных людей, которыми являются моряки. А вот в книге Эйвельманса, которая посвящена вот именно непосредственно феномену морских, существования морских змеев, представлено 587 сообщений, то есть 587 свидетельств, из которых 238 он запраковал, как, в общем-то, нехорошо документированной, то есть не имеющей под собой нормальной документальной базы. Но все равно получается не менее 200 сообщений, которые, в общем-то, могут быть рассмотрены как в стольной степени достоверными. Причем очевидцев довольно много. Естественно, потому что морской змей появляется перед, как Вы совершенно правильно сказали, не просто перед единичным наблюдателем, а перед командой целого судна. Несмотря на то, что, еще раз мы хотели бы сказать, сообщения о морском змеи, в общем-то, имея довольно длительную историю, поступили из глубины веков, мы с Вами будем делать акценты только на 19-20 век. Ну, а также несколько слов и о 17 веке, находках в 17 веке. Почему на 19-20 веке? Потому что здесь, в общем-то, можно сказать, что с документальными сведениями обстоят дела лучше. Совершенно верно. И вот давайте сейчас посмотрим на слайд. Несмотря на то, что, как мы говорили, первые наиболее хорошо сдокументированные свидетельства о морском змее относятся к 1748 году, а непосредственно к 11 октября 1748 года. Но и до этого встречались достаточно большое количество свидетельств о существовании морского змея. Вот наверху изображен рисунок, на котором нарисовано нападение некого такого морского монстра, морского змея на американскую шхуну Салли, которая произошла в 1719 году. По описаниям, это было колоссальное животное, которое действительно по внешнему своему облику напоминало змею. У нее за ее головой располагалось нечто подобное, некоторые выросты, которые напоминали либо гриву, либо капюшон, либо какие-то гребни. И длина этого монстра достигала более 30 метров. И она совершила, ну, не то чтобы нападение, ну, в общем, какие-то агрессивные выпады в сторону вот этого судна. А внизу, в общем, очень хорошо известно изображение морского змея, которое было увидено Гансом Эгедом в 1740 году, и также с борта судна, на котором он плыл. И мы видим, что есть некоторое внешнее сходство между этими двумя животными. В обоих случаях это змеевидное тело, в обоих случаях за головой располагается некое подобие то ли капюшона, то ли еще каких-то выростов. И изображено, что то ли из пасти этого морского змея, то ли из каких-то специализированных отверстий, которые располагаются на голове у этого змея, выбрызгивается морская вода. То есть этот морской змей мог, точнее, был способен точно таким же фонтанам, которые выдают, допустим, усатые киты. То есть выдают млекопитающие тем самым. Да, которые свойственны для многих морских млекопитающих. Ну вот, кстати, о том, что голова морского змея напоминает лошадин, но это указано не только вот в этом свидетельстве, но и во многих других свидетельствах. То есть это нет, нет здесь никакой ошибки, нет здесь, собственно говоря, никакого единичного случая. И о том, что имеется, опять-таки, грива таких вот волос или, собственно говоря, какой-то капюшон, опять-таки это свидетельство нескольких очевидцев, то есть нескольких событий. Совершенно верно. И то же самое Эвель Манс в своей книге, посвященной анализу сообщений о встречах с великим морским змеем, приходит, в общем, вполне такому логичному выводу, классифицируя и интерпретируя свидетельства очевидцев о том, что по всей вероятности происходили встречи не с одним и тем же видом животных, а с большим количеством видов животных, которые между собой не имеют ничего общего. И какие-то из них имеют действительно змееподобную форму и, скорее всего, являются либо какими-то змеями, либо какими-то угрями, а другие имеют, соответственно, форму тела и обладают конечностями, обладают ластами и просто имеют длинную шею и так далее и тому подобное. И всего Эвель Манс выделил, по-моему, если мне не заметно память, 9 типов морских змеев, которые вполне могли бы быть встречи на просторах Мирового океана. А некоторые из них даже напоминают плезиозавры, как будто это лохнесское чудовище. Да, и, естественно, плезиозавры или плезиозавроподобные существа также были выделены Эвель Мансом среди всего множества описаний морского змея, который на сегодняшний день существует. То есть спектр морских змеев довольно большой. Да, довольно большой, и он включает очень большое количество существ. Давайте вернемся к тому случаю, который был абсолютно четко задокументирован и, собственно, с которого начинается такая эпоха изучения морского змея, очень тщательного изучения и четкой фиксации всех сведений, которые поступают из различных пароходств, из различных морских агентств, из различных судовых журналов, и которые, в общем-то, в свое время будоражили, ну и, наверное, и сейчас будоражат воображение очень многих путешественников, которые отправляются в морские круизы. А то есть перенесемся из XVIII века в XIX век, а именно в 1848 год, на судно, которое носит название или на британский фрегат «Дидалус». Это, ну, по разным сведениям, это в одних публикациях можно встретить название, то, что это был фрегат, в других публикациях считается, что это был корвет, в одних случаях его называют «Дидал», в другим случаях его называют «Дидалус». Но так или иначе... Но место, где он встретил морского змея одинаково. Да. И произошло это вот 11 октября 1748 года. И объект, который привлек внимание капитана судна, это было змееподобное существо, голова которого возвышалась над морем, над уровнем моря почти на полтора метра, на один метр двадцать сантиметров. Та часть змеи, которая была видна над поверхностью воды, длина его была, по крайней мере, не менее 18 метров. И это животное двигалось со скоростью не менее 15 миль в час. Если пересчитывать это на километр в час, получалось, что животное двигалось со скоростью 22-27 километров в час. Что, в общем, для того времени, для парусного судна в безветренную или в маловетренную погоду, в общем, было достаточно трудоемким. Диаметр этой змеи достигал от 40 до 50 сантиметров. И вот как раз на этом слайде мы можем видеть различные варианты рисунков, посвященных встрече корвета Дедал с этим гигантским морским змеем. Внизу и вверху черно-белые рисунки изображают, скажем, реконструкции, выполненные как раз в 19 веке. Ну, а справа вверху цветная трехмерная такая реконструкция, которая, естественно, выполнена уже в наше время по описаниям капитана Дедала. Ну, вот что самое интересное, что, опять-таки, по описанию капитана Дедала, что животное не имело плавников, но на спине у него было нечто вроде гривы или пучка водорослей. Но, опять-таки, вот это напоминает ту самую картину, о которой мы говорили некоторое время назад. То есть, 19 век, опять-таки, пучок водорослей, пучок вроде гривы и так далее и тому подобное. То есть, что-то одинаковое прослеживается между этими животными. кроме этого, некоторые, так скажем, моряки, которые были на этом судне, они считают, что это скорее была не змея, а была ящерица. То есть, вот какие-то определенные плавники, в общем-то, замечены не были. То есть, она вот по своим каким-то действиям или по своему внешнему виду, вот, так сказать, напоминала им скорее не змею, а ящерицу таких вот гигантских размеров. Тут мне еще одна очень интересная биологическая особенность. Если посмотреть внимательно на вот те изображения, которые приведены, то мы видим, что эта змея плывет очень своеобразно. Эта змея или ящерица, или вообще какой-либо суд плывет очень своеобразно. Все дело в том, что если внимательно посмотреть на плывущую змею, то ее изгибы тела при плавании в воде будут находиться в горизонтальной плоскости. То есть, змея будет двигаться вот таким вот образом. В то время как на всех иллюстрациях, которые изображают змея, который был встречен экипажем Корветта Дедал, движение этой змеи именно происходит в вертикальной плоскости. То есть, вот так вот. И, в общем-то... На рисунке это хорошо видно. Да, на рисунке это хорошо видно. То есть, если бы это была нормальная змея, даже гигантских размеров, то ее изгибы тела бы не были видны в виде выступающих бугров над поверхностью воды, а была бы видна только голова, и, в принципе, все тело бы располагалось где-то около поверхности. То есть, в принципе, была бы видна змея по всей длине, которая совершает эти волнообразные изгибы, но в горизонтальной плоскости. Поэтому говорить с точностью о том, что действительно существо, которое было видно с Корветта Дедал, обладает змееподобным телом, достаточно сложно. Вполне вероятно, что вот эти изгибы, которые поднимаются на поверхности воды, это не что иное, как какие-то... Вполне возможно, что это гребни, которые располагаются на спинной стороне этого животного. И именно эти гребни просто выступают над поверхностью воды, в то время как сама большая часть животного располагается под водой, и оно, соответственно, может обладать каким-то набором конечностей. Это, может быть, все четыре конечности, может быть, остались только передние конечности, а задние конечности, точно так же, как у современных китов видоизменный хвостовой плавник. То есть здесь мы можем только гадать о том, что же было скрыто в глубине, но так или иначе, вот внешний облик того, что показывается над водой, это опять-таки змеевидная шея с относительно небольшой головой и несколько бугров, которые выступают также на поверхности водой за этой шеей. При этом тело может быть не змееподобное. Тело может быть не змееподобное, а в принципе каким угодно. Если мы вспомним с вами предыдущие лекции, когда мы с вами разговаривали о Лохнадском чудовище, то мы также можем вспомнить, потому что там были соответствующие, очень похожие фотографии, изображающие у Несси как раз три горба. Три горба, три или пять горбов, в зависимости от того, какой-то озерный монстр. Да, которые выступают на поверхности воды. Так что вполне вероятно, что великий морской змей, он изначально был никакой не змеей и даже не угрем, а каким-нибудь таком плетезиозавроподобным животным, которое, в общем-то, показалось тогда, в октябре 1848 года, перед изумленными матросами Корветта Дедал. То есть такое талакнесское чудовище, которое уже перешло в океан. Совершенно верно. Надо сказать, что вот это сообщение, которое поступило с Корветта Дедал, оно сразу же вызвало достаточно большой отклик у всех, кто знакомился с этим сообщением и вызвало такой целый бум, посвященный морскому змею. Потому что одно дело, когда какой-либо наблюдатель на берегу какого-то озера видит что-то непонятное. Другое дело, когда капитан вполне официально существующего судно, направляет в Адмиралтейство рапорт, который содержит выписку судового журнала, говорящего о том, что он встретил неизвестное существо. Естественно, что капитаны судов по пустякам беспокоить такой важный административный орган, как Адмиралтейство, они не будут. Естественно, почему сразу же возникает доверие к этому сообщению, что это, в общем-то, поступает в виде какого-то своеобразного рапорта от одного чиновника к другому чиновнику. И, естественно, здесь, в общем-то, мистификация приобретает уже, скажем так, вид такого своеобразного должностного преступления. Поэтому сообщения, поступающие от английских моряков, а надо сказать, что именно в те годы Англия действительно полноправно владела морями и обладала самым большим флотом среди всех государств, сообщения английских моряков и составили, в общем-то, большую часть наблюдений о морском змее в период с 1748 года практически до начала Первой мировой войны. То есть, получается, что это не просто какие-то жители или путешественники увидели случайно что-то странное над водой, но это, в общем-то, видели моряки, которые видели уже, так скажем, прошли воду, огонь вода и медные трубы. И поэтому доверие даже простого обывателя к этим сообщениям оно с самого начала было значительно больше, чем доверие к сообщениям каких-то обычных наблюдателей. И, естественно, что это вызвало сразу всплеск колоссального интереса к криптозоологии и к проблеме морского монстра и вот такого морского змея. Тем более, что, в принципе, если взять любые морские карты, выпущенные и в 15-м, и в 16-м, и в 17-х веках, всегда они сопровождаются какими-то рисунками. И морской змей там всегда являлся одним из обязательных непременных атрибутов. Но, к сожалению, время нашей передачи истекло. В следующий раз мы продолжим наш рассказ о великом морском змеи, а также расскажем вам о крокенах, тоже, в общем-то, которые встречаются по свидетельствам очевидцев в глубинах океана. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok